Вначале мы покажем вам ковш гигантских размеров. Мы будем копать землю на крупнейшем и мощнейшем гидравлическом экскаваторе в мире. Знакомьтесь, ОНК РХ-400. Высота 45 футов. Длина 87 футов. Но где же используют подобную машину? Ответ прост. Здесь. На карьерах Маскек-Ривер. К северу от форта Макмюррея, в провинции Альберта, в Канаде. Здесь находится месторождение нефтенасыщенного песка, общим объемом 9 миллиардов баррелей. Экскаватор РХ-400 здесь как нельзя кстати. В этом году мы планируем добыть примерно 8,7 миллиона кубометров нефтенасыщенного песка, что приблизительно составляет 54 миллиона баррелей нефти. РХ-400 обладает тремя основными достоинствами. Он разборчивый, маневренный, а также подвижный. Он может загружать самосвалы, начиная от самого маленького, 777-го, и заканчивая 797-м, с грузоподъемностью 400 тонн. Как раз таким мы сейчас и пользуемся. Конечно, эта машина выглядит огромной, но в нашей передаче нет ничего маленького. Правда? Так насколько огромным надо быть, чтобы тебя считали великаном? Как вам машина весом в тысячу тонн? 27 метров в длину, почти 10 метров в ширину и 14 метров в высоту. С двумя 16-цилиндровыми двигателями мощностью 4400 лошадиных сил. Ну и, конечно же, не стоит забывать про рукоять, которая удерживает ковш весом в 90 тонн, способная выдвинуться на 19 метров и ударить его о землю силой, равной 340-тоннам. Сгибая свои огромные щупальцы, этот монстр способен зачерпнуть землю весом 100 тонн. Это больше, чем вес двух полностью загруженных автопоездов. Ну что, впечатляют вас такие размеры? Овена Стоттингера, оператор этой машины, определенно. Когда вы поднимаете груз весом 100 тонн и сбрасываете его в кузов самосвала, зевать тут не приходится. Работая в таком месте, появилась необходимость увеличивать размер самосвалов. Следовательно, понадобились новые машины, которые смогли бы загружать груз, и этот экскаватор как раз для этого подходит. Обычно мы ставим два самосвала рядом с экскаватором и загружаем их за четыре захода. Среднее время каждого захода составляет примерно 30 секунд. Загрузка проходит быстро. Не то слово. За один час этот экскаватор может загрузить количество земли в 11 раз превышающий его собственный вес. Но прежде чем набрать один баррель нефтеносного песка, нужно вначале собрать экскаватор. Процесс сборки экскаватора таких размеров занимает примерно 6 месяцев. Мы начинаем со сборки нескольких модулей, например, ходовой части, верхней части каркаса, а также модульного блока двигателя, радиатор и, конечно же, стрелы крана и кавша. Поэтому весь процесс сборки происходит одновременно в разных местах. АР-400 настолько большой, что его приходится собирать прямо на стройплощадке. После доставки всех необходимых модулей процесс сборки может занять еще 4 недели, прежде чем экскаватор сможет приступить к работе. Это ходовая часть АР-400, гидравлического экскаватора весом в 1000 тонн, один из важнейших компонентов его структуры. Она одна весит 200 тонн, что сравнимо с весом более 100 автомобилей. Сейчас я стою в ковше АР-400. Это важнейшая часть экскаватора. Как вы понимаете, без ковша эта машина абсолютно бесполезна. Это стальная конструкция, состоящая из двух частей, передней и задней. Их общий вес 65 тонн, а грузоподъемность 90 метрических тонн. Но АР-400 не только копает землю. Экскаватор должен выдержать испытания в самой суровой рабочей среде. Северная Альберта. Место, где температура может опуститься до 40 градусов ниже нуля, превращая песок в твердый камень. И где малейшая ошибка может вызвать такие же большие последствия, как и сама машина. Оператор должен быть крайне осторожным во время работы с самосвалами. Весь груз может высыпаться из ковша на самосвал, и водитель пострадает. Сложнее всего работать в холодные зимние ночи, во время ледяного тумана. При морозе видимость практически нулевая. Представьте, что едете сквозь туман на машине. Тут примерно такая же картина. Приходится работать в этих условиях. В действительности несчастных случаев здесь крайне мало. Собственно, как и самих экскаваторов. На данный момент построено всего шесть таких экскаваторов. Тех, кто умеет ими управлять, можно пересчитать по пальцам. Я испытываю чувство гордости, занимаясь своей работой, и должен сказать, что управлять этой машиной за дочной извлечь. Когда я заканчиваю работу на участке, то порой оглядываюсь назад и получаю удовлетворение от проделанной работы. Это самый большой, самый быстрый и, вероятно, самый мощный экскаватор из когда-либо созданных. Это самый большой, самый быстрый и, вероятно, самый жесткий экскаватор. КОНЕЦ